Наш стационар сегодня является единственным ковидным госпиталем в Нефтеюганском регионе. Поэтому он принимает больных из Пытьяха, из поселков Нефтеюганского района. Таких пациентов примерно четверть. Сейчас в коронавирусном отделении находится 164 пациента. На домашнем лечении 562. У 14 человек болезнь протекает тяжело, они в реанимации. Если в начале пандемии достаточно большое количество болело пациентов молодого возраста, то на сегодняшний день большая часть пациентов – это все-таки старшая возрастная группа. И поэтому, конечно, это люди с наличием сопутствующей патологии – кардиальной, легочной, с сахарным диабетом. И, конечно, заболевания у них протекают очень тяжело. По словам Дмитрия Мальцева, отмена определенных ограничений может ввести в заблуждение, что болезнь отступила. На самом деле, ковид никуда не делся. Более того, по расчетам специалистов, нам с этим вирусом жить еще долго. По крайней мере, вторая волна пандемии оказалась такой же сильной, как и первая. Хотя все рассчитывали, что она будет меньше. На сегодняшний день к пику мы еще не подошли. Но где-то близко к этому, потому что, если мы анализируем цифры, когда у нас было достаточно большое количество и пациентов, и наблюдаем их, это был июнь, июль месяц. На сегодняшний день они ниже. Но если темпы будут продолжаться, распространение по скорости, конечно, мы к пиковым подойдем, к летним цифрам. По мнению врачей, коронавирус перестанет быть опасным, когда появится так называемая иммунная прослойка. Одни люди переболеют, другие поставят прививку. Хотя о массовой вакцинации говорить еще рано. Но сдерживать эпидемию уже сейчас вполне реально. Призываю вас в очередной раз соблюдать меры предосторожности, соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, обрабатывать руки, вести себя подобающим образом в общественном транспорте. Если же мы все будем эти правила соблюдать, то и распространение данной инфекции у нас будет значительно меньше. За весь период пандемии новым коронавирусом заразились более 25 тысяч югорчан, в том числе 1609 нефтеюганцев. По числу зарегистрированных случаев мы находимся на пятом месте среди всех муниципалитетов округа. Инна Новикова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Субтитры создавал DimaTorzok